На создателей сериала Netflix о Тие Дар подали в суд. Какие претензии предъявляет автор книги, которая легла в основу проекта и чем это грозит продюсерам? Неужели мы не увидим продолжения этой захватывающей истории? В Мардине продолжаются съемки третьего сезона сериала о Тие Дар, Сберен Саак, Мехметом Гюнсуром, Мелисой Шеналсун и Метином Акдульгером в главных ролях. Также к касту проекта присоединилась Сильма Эргич. Она сыграет важный персонаж, который изменит судьбу героев сериала. Напомним, что премьера второго сезона сериала Netflix запланирована на сентябрь. Однако выйдет ли новый сезон или же зрители не увидят продолжения этой захватывающей истории пока не ясно. Как сообщают турецкие СМИ, писательница Шенгуль Байбаш якобы подала в суд на компанию ОК Медиа, требуя не допускать выход второго и третьего сезонов сериала. Госпожа Байбаш указывает на то, что ее права как автора книги, по которой был сделан сценарий проекта Netflix были нарушены. Ее имя не фигурирует в титрах, во фрагменте, в афише и ее не приглашали на официальные мероприятия по случаю запуска сериала в Турции. Отметим некоторые дни состыковки в информации СМИ. В титрах имя писательницы фигурирует, и в этом может убедиться каждый, кто имеет доступ к Netflix. На официальных мероприятиях она присутствовала, а также давала интервью по поводу запуска сериала турецкой прессе. И вообще, компания, производящая сериал, называется не ОК Медиа, а OGM Pictures. Напомним, что это не первый случай, когда турецкая пресса сообщает о нарушении авторских прав и судебных разбирательствах в отношении сериалов Netflix. Перед выходом третьего сезона сериала «Защитник» также сообщалось, что был подан иск в суд с жалобой на использование сценария Адема Биико «Керем сын Стамбула». Однако после выхода сериала судебное дело волшебным образом рассосалось. Похоже, это просто пиар сериала или же самой писательницы, и ничего больше. Так что же происходит на самом деле? Есть ли иск или это все не самый умный пиар-ход? Будут ли доступны следующие сезоны АТЕ ДАРА на платформе? Об этом мы узнаем в самое ближайшее время. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.